В какой-то период женщине невозможно зачинать. Неплохой период в жизни. Она не может зачинать в это время. Ей нужно подождать. А потом приходит время, и ей хочется иметь ребёнка. И в это время надо зачинать. Есть квартира, нет квартиры, не имеет значения. Потому что, когда приходит ребёнок в жизнь, то всё меняется. Ребёнок приносит удачу. Вот ребёнок в семью приходит, внешне что происходит? Пелёнки там, какать, писать, кушать. И это бесконечно. Невозможно отвлечься ни на секунду женщине. Кстати, согласно медической культуре, женщина на три года должна забыть, что она где-то работает. Ребёнок пришёл, до свидания, работает. Бог поможет. Бог поможет, означает, будет хватать денег, всё. Муж, если женщина принимает такое решение, муж получает деньги по воле Бога. Но удача приходит в их жизни. Потому что правильное решение всегда даёт удачу в семье. Поднимите руки женщины, которые сидят с ребёнком и не работают уже года по три. Вы чувствуете удачу или нет? Митя, а вы кто там поднимал? Кто не чувствует из вас? Кто? Все чувствуют. Это для всех остальных я вам сказал. Один человек не сказал, что жизнь не стала лучше. Потому что есть законы определённые, которые надо знать. Если женщина сидит с ребёнком, значит, деньги будут. От неё исходит такая сила, которая удачу приносит. На мужчину на этого смотрят, работодателю говорят, надо давать ему работу. У них в сердце появляется такое чувство. Потому что от женщины с ребёнком исходит удача, когда она сидит дома с ним. Если она оставляет ребёнка нянечке, то в этой семье удачи уже нет. А удача переходит нянечке. Её семью. То есть там в её семье у мужа будет всё нормально, а в этой семье ничего уже не останется нормально всё. И она будет настоящей матерью для этого ребёнка. Помните, выпьем, добрая подружка бедной юности моей? Бедной юности моей. Мать для него, остаюсь для Пушкина, мать была Ленардионовна. Так? Она была его сиделкой. Мать — это не та, которая поорала, поорала, родила. Нет. Мать — это та, которая дала жизнь, любовь свою ребёнку, любовь. Не работала, деньги ему не нужны, ему нужна любовь. Понимаете? Даже бывает, что нет денег в семье, но есть любовь. Ребёнку очень хорошо. Мало, может быть, кушать. Вот я не помню, сколько я кушал. У меня мать голодала. Голодала буквально в смысле слова, когда меня вынашивала. Но я помню её любовь. Я чувствую любовь. Сколько я кушал, я уже не помню. Мне это неинтересно даже. Голодали мы, не голодали. Главное была любовь. Любовь выше всего стоит. Поэтому надо семейное, своё финансовое положение забыть, если ты уже родила, и убедить в этом мужа тоже. С помощью любви опять же это надо сделать. Женщина призвана убеждать мужа, это её природа, убеждать мужа в том, как правильно жить. Женщина — это сердце мужа. Она его совесть. Она не своя совесть, а его совесть. Не то, что всё, что она по отношению к себе говорит, это тоже правильно. Нет. Но по отношению к мужу она знает, что правильно. Она знает, что гулять не надо ему от меня. Это правда. Она знает, что он должен работать. Гад такой. Это тоже правда. Должен семью содержать. Это тоже правда. Ответственность вырабатывать в жизни. Правда. И иногда она чувствует, что надо поменьше с ним сексом заниматься. Это тоже правильно. Всё, что она чувствует по отношению к мужу, это Бог даёт это знание. Но не по отношению к себе.